ох это целая сумка находок привет друзья и добро пожаловать на мой youtube канал сегодня обзор вот этой сумочки что я купила в социальных магазинах и комиссионках германии пока ждала на кассе когда мне упакуют мою покупку и все время глазами возвращалась на эту полочку с посуды к этим чашечкам и сказала продавцу минутку я кое-что еще возьму очень красивые две кофейные пары они изготовлены из костяного фарфора очень высокого качества декорированы битым рельефом с углублением и нежным рисунком это лук и парящие над этим лугом стрекозы такой же рельеф мы видим внутри чашечки он повторяет рельеф с внешней стороны только он выпуклый и по кромке чашки проходит золото и это ломоносовский фарфоровый завод такое клеммо красное ставилась только на изделиях первого сорта и это полностью ручная работа изготовление такого фарфора не поддается автоматизации фарфор настолько тонкие что получил название яичная скорупа и конечно же первый кто изобрел этот такой фарфор это китай в россии рецепт костяного фарфора был получен самостоятельно в 60 годах прошлого века так как готовый рецепт было получить невозможно но изделия полученная из этого фарфора оказались белее и тоньше английского фарфора все разработчики рецептуры получили государственные премии советского союза оказывается есть еще и комиссионки в германии где покупают у людей вещи это в основном мебель и тут же продают и это частные магазины в одной из таких комиссионок я нашла вот эти вот два прекрасных хрустальных флакона это 50-е годы ручная шлифовка и меня привлекла вот это вот форма интересная и конечно же вот это вот шапочка пробка похожие на немножко на шапочку китайского мандарина и флакон то был еще и содержимым там были очень старые какие-то духи но настолько они уже были забродившие и темно коньячного цвета что я действительно подумала что там какой-то коньяк налит и мы с продавцом долго нюхали и принюхивались к этому флакону и все-таки сделали вывод что это старые духи как видите хрусталь мне не удалось полностью очистить он так и остался немножко пожелтевшим но я думаю что это наоборот плюс чем минус такой старой висички но шкатулка для украшений в очень прекрасном состоянии мне даже и не пришлось ее сильно чистить и мыть она очень прозрачная блестящая и никаких следов пользования даже так вот и незаметны на крышечке у шкатулки та же самая гравировка виде прекрасных роз и листочков и та же самая шапочка мандарина когда я пришла домой я заметила нижней части шкатулки вот такой небольшой скол который я в магазине не заметила по правде говоря я и не смотрела я иногда просто забываю что надо вещь об смотреть посмотреть на случай вот таких вот сколов либо трещин но расстроилась я конечно и уже не вернуть потому что это не тот магазин куда можно вещи вернуть но что же поделать это что за странное сооружение подумала я когда я увидела этот чайник заварник или это самовар увидела я эту вещичку тоже в этой же комиссионке где купила флаконы и я была уверена что все таки это заварной чайник для заваривания чая вот сюда в насадку насыпается заварка наливается вода но вода должна наливаться и сам чайник и в насадку но как потом наливать заварку в чашку если наливать то вода будет выливаться из вот этой вот щели тоже вот отсюда что это за бесполезная вещь подумала я но потом стала разбирать эту насадку и увидела здесь вот такую емкость видимо для заварки но в самой насадке я обнаружила очень тоненький почти незаметный глазу фильтр и по радиусу этого фильтра написано кофейный фильтр и имя производителя ну теперь мне понятно что это за такой за чайник сюда насыпается кофейный порошок через него пропускается кипяток и через фильтр мы получаем прекрасный божественный кофейный напиток сам чайник выполнен в очень интересной форме это 70-е годы ручная роспись цветочный мотив и это настоящий кобальт эта роспись мне немного напоминает голландскую посуду расписанную в стиле дельфт бляу есть такой город дельфт в голландии где существует одна манифактура очень известна и там таком стиле расписывается посуда я думаю что чайником можно пользоваться и как обычным заварочным чайником он прекрасно смотрится и с этой крышечкой и это клеймо лихте им писал и ставилась такое клеймо 62 по 80 год вот такой загадочный чайник попал мне в руку покупала я его как для чая оказался он хорошим чайником симпатичным для кофе а это уже другой социальный магазин куча шапок куча одежды и среди этой кучи я вижу какую-то беленькую ручку вытягиваю из вижу это ваймер прекрасный соусник белый с кобальтом декор в стиле барокк но обычно такая посуда декорируется еще и золотом но есть сервиз скажем так выполнены без излишеств без золота вот в таком вот стиле белый с кобальтом с рельефным рисунком который проходит вдоль кромки блюда этого соусника и на основании ножки тоже мы видим рельефный узор в общем это я удачненько зашла и не пропустила эту кучу шапок а это я совсем на другом конце города в одном социальном магазине который меня очень приятно удивил вот такая прекрасная тройка досталась мне и это унгер эндшильды очень старая фирма и это тройка 50-60-е годы чашечка декорирована небесно-голубыми цветами желтыми цветами и коричневыми листочками по бокам чашки проходят вот такие рельефы ребрышки очень интересно подчеркивают форму чашки очень люблю это сочетание цветов голубого желтого коричневого конечно же мимо такой красоты я не смогла пройти маленькая тарелка декорирована такими же цветочками как и чашка и здесь более отчетливая стоит клеймо можно его хорошо рассмотреть и по возможности запомнить если вам она встретится тарелочка в очень хорошем состоянии сколько я не видела троек от этой фирмы они очень были сильно потертые и большая тарелка она почти всегда акцентная красивым узором вот такие реалистичные выполненные цветы даже кажется что так вот проводишь пальцем и лепесточки шевелятся под пальцем такая роспись называется ксилография или немецкие цветы это точные копии гравюр на меди и акварели из книг по ботанике на керамической посуде в этом магазине я купила еще кое-что но это кое-что я покажу в одном из следующих видео если интересные вещички и порцелан можно найти в социальных магазинах и комиссионках но с украшениями очень даже туговато скажу я вам но я всегда конечно же с интересом рассматриваю витрины с украшениями и вот вдруг я вижу какие-то интересные кристаллы как-то интересно торчат из какого-то изделия и я сразу не поняла что это такое пока мне его не достали из витрины и я смогла его разглядеть поближе и я увидела здесь на внутренней части одного из вени в марне и это коллаборация с ancient dem я не уверена правильно ли я произношу название этого магазина если что меня поправьте браслет очень симпатичный и я даже стала смотреть в интернете это коллаборация была 2012 года марни и ancient dem и надела много шума и это был аншлаг в индустрии моды стояла большая очередь и неудивительно что это было все раскуплено вот так он выглядит на руке но у меня рука очень тонкая и браслет выглядит немножко громоздко но согласитесь очень эффектно браслет в очень хорошем состоянии без потерь все кристаллы на месте никаких царапин и даже вот эти звенья которые обтянуты тканью они тоже в хорошем состоянии хотя камера передает цвет немножко потемнее очень интересный браслет он выполнен из таких казалось бы не зачитаемых материалов как пластик ткань кристаллы и его можно носить всегда и он всегда останется актуальным а из этого магазина я думала уйду без покупки это был даже не магазин а лавка старевщика очень странная была темная и иногда местами жуткая и жутко высокими ценами но когда я стал уже выходить я увидела вот эту тарелку она была тоже не дешевая но она была чистая единственная вещь которая на которой не лежала дековая пыль вы посмотрите какая тонкая роспись золота белый фарфор и кобальт ну конечно же это настоящий кобальт но вот кое-где есть потертости с одной стороны тарелки и другой стороны тарелки но это не так страшно тарелка шестьдесятого года 32 сантиметра в диаметре эта тарелочка и достаточно тяжеленькая и посмотрите как вот эти белые лилии наверное и остальной декор тарелки подчеркнут золотым тиснением и это фирма ваймер и у этой тарелочки у этой серии есть имя она женская и это это было очень удачный поход по комиссионкам и социальным магазинам и я даже сняла видео но я его еще до конца не смонтировала думаю я сделаю это в ближайшее время и через неделю через две я вас приглашаю к осмотру